Приехал в 97-м году, это было, то в конце 97-го года, то первый город в Украине, да, конечно, значит, первый город в Украине, который я посетил, да, это был как раз вот Львов. Город Львов. Я, кстати, сюда приехал тогда в 97-м, значит, по приглашению католической церкви, не православной, не протестантской церкви, нет, католики. Я очень Богу благодарен за миссионера, моего тогда товарища Йозефа Гунчага. Он со Словакии сам, и он в те годы трудился в России очень много, как миссионер. Я думаю, что даже, ну, десятки церквей католических, вот, в европейской части России были начаты именно им. Или же с его подачи, или им как миссионерам. И вот Йозеф тогда, он предложил мне ехать в Белоруссию. Как раз я познакомился с Сергиушем Гаиком, апостольским визитатором Белоруссии. И от уже Сергиуша Гаика я, значит, сюда приехал, вот, с рекомендациями от апостольского визитатора, значит, Белоруссии, значит, и от, значит, моего друга, значит, Йозефа Гунчаги. Вот, и там Йозеф написал мне такую бумагу даже, такую тогда, что назвал меня апостолом, катехизатором римо-католических общин центральной европейской части России. И так вот, прям аж громко получилось. Мне понравилось. Не, ну я помогал по мере сил, помогал, конечно, там, новым общинам католическим. Для меня это был новый опыт совершенно, потому что я, честно говоря, католическую церковь так мало знал, ну, со стороны так чуть-чуть знал. А как бы изнутри системы там вообще фактически не знал. Вот, и помогал я ему в течение года, когда вышел из традиционного православия. Вот так вот. Вот, да, и вот, можем, можем вместе уже. Как раз пусть народ лицезреет. О, классно. Ух ты, здесь совсем, а, там тоже запись уже идет? А, вот так вот. Хорошо, так я тоже, а, здесь тоже, а, везде все уже идет. А, спасибо. Вот так вот, так что уже, уже все идет, уже записи, уже пишется, все пишется. А, ну и да расскажу эту историю-то. Я оказался, мне порекомендовали, значит, в письме, значит, и устно обратиться к Любомиру Гузеру здесь. Вот, и я приехал к нему в гости, значит, и две недели гостил у него Любомира. Вот, значит, и там был на службах, и в соборе Юра, и там у отца Василия, у Василия он был. На служение к нам. Очень понравилось, интересно мне. Так что, вот, с того времени, как бы, я, как бы, Львов очень сильно так вот полюбил. Значит, и, ну, не знаю, для меня тогда, вот это, вот это вот, как у художников, импрессия. Не знаю, мне она запомнилась очень сильно. Вот это импрессия, вот, впечатление очень хорошее. Знаете, бывает даже, к примеру, хорошее место, да, а вот впечатление какое-то бывает неважное у человека, или плохое впечатление. Вот, для меня, как для художников, первое впечатление очень важное в жизни. Да, и, значит, и вот, мое первое впечатление было такое, знаете, вот, я думал, я на небесах, или я еще на земле вообще. Вот, ущипните меня, как бы, ну, это, снится, это на правде, за правде. Я был в таком черном подряснике дорожном, там, и люди встречали меня, ну, утро как раз прогулялся по этим мостовым львовским, а люди видят меня и здороваются со мной все. Мне-то тоже как бы так приятно было. Город-то не маленький, но как бы так люди здороваются, приветствуются и говорят, «Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу!» Я думаю, что, думаю, да что бы я так жил. Думаю, да, в городе, где там за место здрасте, там, вот, и люди славят Иисуса Христа, думаю. Для меня это был культурный шок, очень приятный такой, думаю, надо же. А я там, здрасте, здрасте. Одна бабушка мне там пожалела, говорит, батюшка, можно? Я вижу его невестную, я говорю, да, первый раз вообще. Вот, ну, не надо здрасте, а вот у нас принято там-то, она мне объяснила, короче, инструкцию такую. Объяснила так и так, надо, говорит, отвечать славой на Вике, Богу Святому. Я говорю, спасибо, спасибо, учту. Мне так понравилось вообще. Вот, я вот две недели пока жил там, в Любомире. Я, правда, не знаю, он тогда, конечно, был еще жив-здоров, значит, и, ну, не совсем уже здоров, правда, значит, он был помощником кардинала тогда. Вот, потом стал кардиналом католической церкви, рим, 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 католический. Вот, а тогда, значит, я даже ему это, ну, не знаю, может, наглость была с моей стороны, но даже ему спать не давал, познаю ее. А мне сам интересно, вот, вопросы ему задают всякие там, наверное, о том, о сём, и он меня спрашивает еще. Он ноет добавок еще. Я добавляю еще больше ему рассказывать. Свидетелистов, он уже рассказывал о своем опыте, вот, когда вот именно с Богом, как вообще пришел к Богу, как вообще пережил спасение, все это рассказывал, все он рассказывал свои. Вот, и, ну, как бы, не знаю, мне показалось, у него куда-то, с его стороны, был интерес такой неподдельный интерес. Он, потому что еще раз прошел и та, и та рас прошел, вот именно почему это, почему вот, так вот понимаете, почему это, очень интересно вот. И я его расспрашивал, конечно, вот фея католической церкви вообще, почему он католик, почему он не православный, допустим, или не протестант, почему вот его, ну, вот его сознательное такое решение такое, он мне объяснял, что это был его, его выбор был, у него тоже был выбор, вот, жизни, вот, веры, религии, вот, его сознательный выбор был именно такой, вот, интересно очень. Это уже о своем детстве я рассказал немного, чуть, вот, именно как раз, вот, первое, первое, как сказать, обращение к Богу, вот, первый опыт Бога, он, наверное, самый незабываемый, потому что Любомир был тогда уже человек, уже не молодой, уже, вот, пожилой, но, вот, с радостью, вот, с искоркой такой в глазах вспоминал, вот, именно тогда, когда первые были его обращения к Богу, вообще, интересно. Наверное, это, вот, самое такое, ценное, оттуда первая любовь еще, что называют, еще так, все, вот. Ну, ладно, так что, о чем будем, вообще, записывать программу, вот, о чем говорили. Было несколько моментов. Да. О, ну, давай начнем с того. Да. Вот, вот, с самого первого, что мы начали говорить, что, ну, тоже такое было, мы сидели, общались. Вообще, общение классное. Да, и рассказываю то, что Господь делает в нашей жизни, в нашей семье, что, действительно, вот, видим, меньше и меньше говорить о Боге, больше и больше просто молча, без слов Его являть. В обычных вещах, в обычных моментах, просто обычной песни, где нет ни слова Иисус, ни слова Бог, ни слова спасения, но внутренние глубокие переживания Его присутствия. Да. Вот. И, то есть, что, я в основном, да, людям рассказываю, я рассказываю как притчами, историями, но не, как бы, вот, 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 как тебе сказать, да, вот так, вот так, вот так должно быть, вот так, вот так написано, вот так, вот так, вот такими шаблонами просто. А действительно, чтобы просто аллегорией, чтобы человек начал мыслить, чтобы понял, чтобы осознал, чтобы принял, не вот такими, а развернуто, широко, и это охватывает не просто Бог, имя Бога, имя Иисус, спасение, какая-то формула молитвенная, а жизнь, которая посвящена, и она разнообразна, нет шаблона посвященности, ведению, даже понятие ведения Духа как такового, я пытаюсь убрать и идти со стороны наслаждения, идти со стороны сердца, которое одноцелое с ним, и сердцу хочется, и ты поступаешь и по сердцу, и по совести. Внутри, и вот такую шаблонную фразу, мне Дух сказал, и даже иногда там что-то скажешь людям, да, откуда ты знаешь, ну, догадался, то есть, или какие-то такие моменты, ну, ты прячешь, ты не говоришь, вот мне Бог так сказал, то есть, сразу к тебе такое призвятое отношение, сразу такой, не-не-не-не, очень мягко, очень все, и действительно, и присутствие просто твое, слова твои, мышление твое, оно просто обволакивает человека и затягивает его в Царство Небесное, вот, то, что, то, что, вот, как я сейчас живу, да, как вот нашу семью Господь ведет, и ты как раз говорил, да, заповеди. Да, тоже, да, 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 чтобы не произносить имя Господа Бога в суе, напрасно. Некоторые просто понимают, это как вот именно в шутках, в анекдотах, или не к месту, как бы, упомянутое Господне имя. Или чуть-чуть крестился. Или покрестился, там, как-то, значит, там, или как-то еще, там, есть много всяких суеверий на эту тему, кстати. А вообще, действительно, есть ведь и древние, получается, и они, новые эти объяснения-то, что, на самом-то деле, еще в большей степени имеется в виду, можно не говоря имени Бога, не говоря о Боге, как бы, прямо, да, но его явить и сказать о нем, вот, теми же самими делами, допустим. То, что я услышал, допустим, для меня это сразу было прикладное, вот, практическое, как раз, вот, именно объяснение, вот, вот, тех объяснений, комментариев к заповеди имя Господа в суе. Потому что, даже когда проповедь, она, ну, лишь, как бы, в убедительных словах, как говорится, в человеческом множестве, это тоже в суе, имя Господа употреблено. Потому что это напрасно, это пусто, это пустышка религиозно, это неживо. А когда это, действительно, явление духа и силы, то это, действительно, вот, не в суе. Даже если ты прямо не называешь, там, имя Господне. И вот, одна из таких загадок, одна из таких загадочных, как раз тем, библейских загадок, это вот, как раз, книга «Исфиль». Тоже, вот, перечитываю, как раз, эту книгу, вот, в очередной раз, и размышляю, и сегодня уже первый, уже вечер, уже второе число началось, значит, месяца Адара. И вот, значит, и как раз тема, тема Пурима, она такая вот, сквозит по всему этому, во всем этом месяце, ну, для меня так, по крайней мере. Вот, и, знаете, вот, размышляю, допустим, когда об этом, вот, размышляю о Пуриме, в этой книге нет имени Господа, напрямую вообще нет. И даже, как бы, это смущало многих, там, в древности еще, комментаторов, мудрецов, учителей, Торы, там, учителей Библии. Как так, почему нет, вот, ну, Бога, напрямую, там, там нет такого, что так вот Господь, там, или, там, или, вот, Бог сказал, там, и решил, значит, там, или, вот, кто-то сказал вот имени Господа, что-то, допустим. Нет такого. Вроде как, вот, совершается все без него, как бы, но он там присутствует, и это такое тоже, как объяснение, комментарий такой, вот, как, допустим, театр, да, актеры все выступают, или, вот, съемка фильма, фильм снимается, да, допустим, актеры, они, там, играют роли, там, какие-то, допустим, да, и режиссер, допустим, да, или, там, автор, там, вообще, сценарист, допустим, он, значит, там и не показывается вообще, но он там во всем, он там во всем, и в работе оператора, и в игре актеров, и в этих репликах, он во всем, вот, и вот, всемогущий Бог, вот, действительно, наверное, вот, как бы в этом, не только его всемогущество, но и, как бы, если мы имеем ум его, то, наверное, так же, действительно, являть не напрямую, потому что, я боюсь, что, вот, прямое, лобовое такое, да, как бы, вот, догматичное такое, да, проповедание, оно, догматизм, он, он сродни магизму какому-то, вот, такому внешнему обязыванию, и навязыванию. Да, это чисто внешне, это действие, это слова, это, вот, мысли так, ну, что мне до этого, мысли так, Бог сказал, там, делай так, ну, ну, а мое сердце в этом не участвует абсолютно, но если я понимаю, если я, вот, вот, ну, как, как подобие своего отца, понимаю, что хочет отец мой, в этой или иной ситуации, мне не нужно его слово, то есть, я живу его словом, я живу его сердцем, я живу, да, я становлюсь его словом, да, слово плотче становится, вот оно, то есть, суть жизни не говорить, жить, я и отец одно, а жить, да, Иисус не говорил на каждом перекрестке об этом, он это раз сказал, и то это было, ну, к месту, как раз, и жизнь Иисуса, который в конце говорит, отец, я прославил тебя, прославил твое имя, прославил твое имя, да, и явил его им, да, то есть, а как он, пришел в город, поднял руки, Божий, я прославляю тебя на этом месте, да, 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 ну, нет, другие говорили, слава Богу, или граффити везде рисовал, там, имя не воспитывается, не, 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 у него, имя Бога на каждом, в каждом году, везде явил по всему Израилю, да, 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 Spanish neue atmosphere, ну, да, представляю, Иисус так, с болотчиками, да, Петр тоже, да, а потом апостолов, да, иконы рисовали, по всему миру, новое прочтение старой истории шутки шутками а люди говорили слава богу за тебя да да прославляли бога четко написано прославляли бога да вот вот это настоящее прославление отца да да в духе когда ты не говоришь человеку это бог тебя исцелил а когда просто у человека слезы что с тобой что со мной как это так и он понимает что это уже что-то свыше и он уже эмоционально потянулся туда ему не нужно уже словами о сейчас я тебе не останься в этом останься в этом трепетном состоянии благодарность и больше ничего не надо на самом-то деле мы словами очень часто мешая да это точно именно помеха и даже в этом как это пошлость если как художнику да как художник-художнику да вот если допустим вот там даже доброе делание какой-то да там вот там что-то там нищим подаешь допустим что-то да и вот вот этого во имя христа тебе насчет но когда она в этом как это не диск это пошлость если я в самбо христе то это вот действительно через меня христос падают а да вот они то что там я убеждаю вот христа именем христа даже вот если брать кино искусство да вот и музыка все остальное есть разница между донести людям идею да и пропаганды а да вот разница идея пропаганды да мы идею ты доносишь фильмом можно донести идею хорошим фильмом и эта идея укоренится в сердцах людей и нет нет ни слова про эту идею нету 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 вот разжевывания этого что так должно быть так правильно или не так правильно просто несколько героев так начинают жить да да и нет нету не называй прямо эту идею нету а вот подумай теперь а может ты теперь вот так будешь же вот этого вот этого вот в этом пошлость вся да вот там все извращение вот в этом это превращается действительно в пропаганду такую наглую пропаганду которая доминирует над тобой которая порабощает тебя да а не вскрывает твое нутро который уже хочет посмотрев этот фильм я уже так хочу да да то есть вот и вот тут то то же самое с богом но настолько сам господь сказал что достоинство бога это спрятать до прятать 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 делать тайну а достоинство царей туда открывать там же делать тайное явным и вот мы такие цели и достоинство царя которые делает из тайного явным но но надо я людям пищу они уже разжеванную выблеванную что-то продуманное вот я вам объясню как она работает перевариваю уже да уже уже перевариваю вот как это не пища вот пища это действительно вот есть идея и ты после фильма сидишь и думаешь или даже не задумался а пошел себе а вот эта идея в нужный момент как-то сыграла и ты принял нужное решение в нужное время она тебе не толкает отталкивает просто указывает как она открывает открывает все тебя и притчи почему иисус причем я говорю это настолько глубина настолько многогранность притч что ты обычным текстом так говори еще с этой стороны говори еще с этой стороны она плоская просто духовность она многомерная на она все во всем семья прообраз бога прообраз отношений если мы понимаем отношения мы поймем отношения брать любую сферу дружба прообраз вот сыновство я как воспитываю детей до прообраз небесного пойму вот это пойму все отношения и какую сферу не возьми реально все она говорит о боге и ненавязчиво она не тыкает тебе про бога ну да и все эти притчи просто если ты начнешь мыслить а господь хочет чтобы мыслить на не просто же как зомби какие-то воду буду 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 и все и мы зашорены вот так должно быть и шо дальше а ты не можешь параллель с другими сферами провести ты как бы знать то знаешь но эта информация абсолютно не применимо это на уровне ментальных концепций но не твоей жизни но как раз из догматизма рождается сектанство всякого рода сплошь и рядом неважно какой конфессии это это вне конфессиональное явление такое довольно уродливое но свойственно падшему человеческому вот сознанию вот мое правильное все остальное ложное вот моя конфессия самая такая говорят вся кулик свои болото хвалит или всякая жаба там или всяк клик вот и и чем больше на болото смахивает все это насчет тем больше это хвалит вообще особо размечал тоже церковь должна быть мыслящие мысли открытое осознанно понятно да и про христа можно говорить с разных сфер и так далее а ты только заикнешься там про тоже йогу или иконы до чего это демоническая знаешь а мы можем можно все как бы и хорошее плохое как вместе с водой как бы идеи и дитя выбросить а как ты практику даже йоги до объяснишь про христа ему тыкаешь и это демоническое а он этим исцелился а он в этом познаю в этом жизнь а он в этом в медитациях встречался с богом ты перечеркиваешь его путь как бы значит его поиск все его слове все-все перечеркиваешь и все и и горе тому кто поведется на такое ну да потому что он вот теперь я ничего не знаю и теперь он берет твои шаблоны да и начинает не нужно было если мышление нету понимание не осознание нет вместо того чтобы дать ему вкусить блага господня он пойдет медитировать вместе с иисусом и звать иисуса в медитацию и рассказывать что иисус ему потом медитациях рассказывал а после этого ты его просто объясняет что есть проще путь а я же я слышал рассказывать свидетельство тоже да по ходу один парень вообще гениально реальность когда ты ему говоришь я боюсь иисуса потому что ну есть такое понятие в нивейджа и грегор то есть такое мысли форма какой-то вот 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 до какое-то понятие которое обретает сознание ему но она потом порвощает из грубо говоря на концерте да вот в концерте группы да столько всплесков энергии то музыканты принимают на себя да что этого хватило бы чтобы их одни поднялись в воздух и летали ну то есть силы да вот это сотни тысяч людей вау восхищенный к ним да но это все она поедается то есть она то есть сущности это все хава и питаются вот этой энергией там проценты достаются музыкантами той взращенной форме вот это они этим не довольны и так далее нуждаются они как на 1 как наркотик это наркотик но но то есть оно оно вот вот и такое понятие и вот эти сущности они порабощают они питают они заставляют музыкантам еще больше работать, а людей еще больше фанатеть, потому что им нужно питаться. Таких много, просто пример. И вот я боюсь, что поклоняясь Иисусу, я не попаду вот в такое вот, что мою энергию будут просто пожирать. Он так объясняет? Да, он так объясняет. Справедливо. Страх твой справедливый, в принципе, но единственный способ пообщаться с Иисусом, ну, знаешь, ты почувствуешь, вампир он или нет? Ну, грубо говоря. Он такой, точно. И пошел. Что ты думаешь, он сделал? Накушал с грибочков. И пошел к Иисусу. А, галлюцидогены? Галлюцидогены. Ну, самое смешное. И что? Он увидел видение. Он реально, когда начались глюки, он говорит, Иисус, 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 пришел Иисус. О, пришел Иисус. Вот так вот, руки свои спростер. Говорит, с рук такой свет пошел. Ага. И я словно ослеп. Но я точно помню, что Он взял меня просто в себя. И я как бы таким, как лифтом, лучом света. Фу! И меня вынесло просто из этого мира. И мне так было хорошо. Я никогда в жизни такого не чувствовал. Угу. Никакие грибы не сравнить. Да, нет. Ну, это грибы просто повод. Он начал открыть сознание. Ну, извращенный, но все равно. Ага. Ага. А вот... Да, да, да. И я понимаю, что я единое целое со всей Вселенной. Ага. И это не просто вот я реализовал то, что я хотел. Ага. А я выше даже, еще больше, о чем я либо мечтал. Я понимал, что там что-то классное, но настолько классное. И он приходит там через два дня, когда отошел, когда у него уже... То есть, ну, прошло дело лица агенов, когда голова день болела, когда выблевался после этого. Ну, отходняк такой. Да. Вот. Пришел, говорит, я видел, я понял. Иисус – путь. Он не сам по себе. Он как, словно через себя пропускает, он путь к Всевышнему Богу. Говорю, да? О. То есть, вот такой опыт. Угу. Но он показывает суть. Так, может, позволим человеку иметь свой личный опыт? Угу. А не ограждая его, только давая им правильные слова. Может, просто помогая ему на его пути? У него есть путь. И все ищут Бога по сути своей. Ну, любой человек, да, ищет Бога. Конечно. Ну, вся религия, все построены на том, чтобы искать Бога. Все построены, да. А может, помочь ему? Просто. Не сбивая его с пути, а поддерживая это стремление. И все становится так просто. И кто ищет, тот найдет это правда. Без твоих рук, без твоих, там, объяснений. Я тебе расскажу, что это значит. А может, просто дать ему подумать, что это значит. Ага. Или какую-то притчу рассказать. Такая, знаешь, реальная история. У странника спросили, да, что значит твоя борода? Ага. Это моя борода, и значение имеет оно лишь для меня. Ага. Ага. Ну, все же. Нет, не все же. Иногда тайное должно быть тайным. Ага. Ага. И все. Это мое. Это значение лишь мое. Ага. 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 Видны. То есть вы видите детей моих, но не видите, как они созидались. Ну, да. И вот. Как зачинались, и как созидались, тоже не видно. Ну, да. Это как отцы древности говорили, что молитва судится не по переживаниям, а по плоду, по плодам. Привычайшие. Действительно так оно есть. Молитва судится, и все по плоду. Ты можешь прыгать, можешь танцевать, можешь пищать, можешь плавать. Креститься там еще, на колени становиться там все. Да. Но если ты видишь, ой, что со мной. Ага. Раньше я бы там послал бы уже. Ага. А сейчас улыбнулся и пошел. И как бы незаметно. И как бы ты уже другой человек. Да. Да. И как бы ничего не случилось явного. Угу. Грома не было. Да. И как бы изменилось все. А чем ты занимался, продолжай просто заниматься. И ты увидишь еще через пару месяцев еще результат. И еще тебе понимание откроется. И еще больше. Еще просто твое сердце, да, начинает быть обрезанным. Чувствительным. Плод духа, да. Любовь и радость. Да. Вопрос не в плодах, да. Вопрос в дереве. Да. Да. Когда мы читаем про плоды. Да. Иисус говорит о дереве. Угу. Мы разделяем. Вот это любовь, это кротость. И мне нужна кротость. Мне нужно долготерпение. Мне нужна радость. Мне нужна любовь. Мне нужно... Мне нужно, мне нужно... Нет. Тебе нужно правильным деревом. Питаться от правильного козня. Ну да. Собирая для сырновников награды. А для сырновников смоклы. Суть в дереве, а не в плоде. Да. Да. Угу. И я как вот пастор, как вот наставник, да. Когда вижу, что человек начинает питаться правильной пищей. Да. Я прекрасно понимаю. Все. Не смотри в плоды. Оно будет. Да. Как только я вижу, что человек начинает осознавать, открывать свое понимание. Все. Мне объяснять больше не нужно. Я говорю. Сам думай. Угу. Да. И не надо вот это, знаешь, библейской школы. Давайте пройдемся по третьей главе Коринфян. Ага. Что этот стишок значит? Что этот? И у нас уже есть объяснение, толкование, шаблоны. Это значит это. Это значит... И нам уже Дух Святой не нужен. Ну да. Получается та же самая ловушка религиозная. Да. Допустим, во времена Христа там фарисеи, судакеи, книжники. Уважаемые люди. Хорошая школа библейская. Да, значит. Школа Гамалиила, допустим. Ну, величайшая школа. Вот. Но все-таки в школе Шамая правильно говорили. В другой как бы школе уже. Что должно действительно переродиться, духовно переродиться свыше. Вот. И когда Иисус разговаривал с Никодимом, он там не говорил, что вот послушай, Никодим, я сейчас тебе расскажу то, что ты никогда не слышал вообще в жизни. Нет. Он сказал, что ты один учител из Израиля, и разве ты не знал об этом, не слышал об этом? Об этом все говорят. Разве что ленивые не говорили. А все говорили об этом в Израиле. Вот. И значит, но в школе Гиллере... Родиться свыше это вообще не новость. Не новость. Нет. Это не новость нового взглята. Это не Иисус что-то от себя сказал. Нет. Абсолютно. Вот. Вот. Все говорят о рождении. Да. В Израиле к тому времени эти разговоры были настолько популярны, что как бы, ну просто разные были мнения на эту тему. Вот. Значит. И разные школы. Вот две основных школы Шамая и школа Гиллере предлагали разные как бы варианты, что ли. Вот. Воззрение. Разную философию. Да. Проносили. И значит, в школе Шамая говорили как раз о необходимости духовного перерождения, которое от встречи с Всевышним личной встречи с Всевышним происходит. Многие христиане упрощенно понимают, что вот якобы Иисус пришел и как бы и он, значит, вот как новый учитель совершенно из ниоткуда, вот, значит, и вот доселе неслыханно, невиданно и ничего доселе принес. На самом деле все это было уже в Израиле и все это было уже в народе Божьем. Да, конечно же. Вот и вопросы все эти стояли уже. Просто на большинство вопросов не было четких ответов и правильных. Но вопросы уже стояли. Иисус, Он дал ответы. Ответы на все эти вопросы. Указав на самого себя. Указав на Отца. Указав на путь истинной жизни. Сам Иисус Христос. Никто не приходит к концу. Только лишь через меня. Настолько четко и просто и ясно вообще. Оказывается. Сейчас секунду. Извиняюсь. Вы исследуете Писание, ибо хотите найти в них жизнь. Думаете через них, ведь жизнь вечную. Да. Думаете через них. А в другом переводе реально. Ибо хотите через них, в них найти жизнь. Ага. Но они свидетельствуют обо мне. Да. Но вы не хотите ко мне прийти и получить эту жизнь. Да. То есть суть. Суть всего. Звук выключу. Суть в чем? Есть Писание, где написано. Да. И мы ищем здесь ответы. Угу. Угу. Но. Говорит все. Вот это, вот это. Это не ответ. Угу. Это указательный ответ. Указательный ответ. Да. На Иисуса самого получается. Они свидетельствуют обо мне. Вот. Вот. Живой Иисус. Есть Писание. Писание указывает на него. Что все ответы в нем. Не тут ответы. Если искать в букве. Да. То получается замкнутый круг. Ходить по пустыне. Опять снова и снова. А буква опять на дух говорит. Получается по кругу ходить. Я опять возвращаюсь к букве. Ищу дух. Да. А она говорит. Так есть же дух. Ну да. Но мне нужна жизнь. Да. В духе жизнь. Во слове. Ну да. Я ищу слово. Не-не. Не то слово. Даниилу было написано. Что тебе дано читать. Да. С книги жизни. Которая на небесах. Которая не здесь. Да. Которая на небесах. Угу. Да. И она свидетельствует о совсем других знаниях. И другим пониманиям. И другом осознании. То есть вот к нему прийти. И зациклиться на нем. Если мы хотим исполнить Писание. Значит прийти к нему. И забыть обо всем. И уже не отставать от него. А в нем все ответы. Все знания. Все понимания. Мышления. Сердце. Плоды. Все там. Да. И все что нужно Иисус. И действительно родиться свыше. Такое тоже. У меня это все равно свели в дом. Да. Вот как. Начинай говорить за мной. И ты родишься свыше. Алгоритм такой. Разработали такой. Значит да. Вот шаги. Этого рождения свыше. Не. Можно конечно это описать. Можно и все описать. Но вообще это таинство. Это таинство. Это таинство. Это тайна. И давайте оставим это таинство. Только Бог знает. Человек. Как. Что. Какое состояние сердца. Мне очень понравилось. Значит. Когда приезжал в Киев. Этот. Тейл Осборн. Всемирно известный евангелист. Он писатник по своей конфессии. Но. Явно не конфессионального. Такого склада ума. Значит. И очень интересно он говорил. Мне очень запомнилось его первое выступление в Киеве. Было. Значит. Собрание служителей. Постарей там. Со всей Украины. И вот. Самый первый вечер. Вот. Его встречали. Все. И вот. Первое. С чего он начал. Меня это очень сильно коснулось. Он сказал. Что я вот. Уже больше 50 лет привожу людей к Иисусу. Вот. Проповедую Евангелие. Ну. Всемирно известный евангелист. Там. Сотни миллионов людей слышали Слово Божие. Через его уста. Значит. Там. Тысячи. Исцеления. Таких. Фантастических. Просто. Чудесных. Вот. Как бы. Это хорошо. Но. Он интересная вещь сказал. Что я вот. Привожу людей к Иисусу. Уже больше 50 лет. Но. И люди рождаются. Спасаются. Но. Я до сих пор не знаю. И до сих пор удивляюсь. Говорит. 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 Вот этого всего. Но. Все это. Это тайна. Это тайна. Мне это так понравилось. Вообще. Так оснулось. Потому что это необычно было даже. Для. Из уст протестантского. Как бы. Служителя. Да. Он слышит подобное. Для меня это было. Очень. Таким. Большим благословением. Вообще. Вот эта история с Антонием. Который. Решил понять. Ну. То есть. Нам действительно нужно для мозга. Да. Сделать. Понять. Что. Все знать. Все понимать. Не нужно. Угу. Есть. Состояние доверия. Угу. Которое неважно. Да. Понимаешь ты. Или не понимаешь. Ну да. Да. Изначально доверие. То есть. Доверие. Потом понимание. Это как вот действительно. Да. Вот. Девушка. Которая. Ну. Отдается. Своему любимому. Угу. 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 И он говорит, что начал молиться, и Боже, открой мне, что такое Троица, дай мне понять, вот как так, вы три личности, но вы и одно целое, и как это так, покажи мне, раскрой мне. И он идет по берегу океана, и видит там девочка, берет, черпает с океана, вырвала ямку в песочку, черпает с океана и выливает в эту ямку, опять черпает, вот ходит опять ведерочком там, выливает в ямку, опять черпает, и так, ну сколько вот там видит ее на горизонте, она этим занимается, подошел к ней, говорит, девушка, девочка, чем ты занимаешься? Говорит, я вот океан хочу сюда перелить, ага, мы такой смотрим, слушайте, это ж невозможно, с любовью, дитя, ну это ж невозможно, а этот дитя с такой же любовью смотрит на него, говорит, а как ты безумный, хочешь своим ограниченным умом понять безграничного Бога, да еще и три единого, и исчезла девочка. И он получил не тот ответ, который я ожидал. Ну да, совсем не тот. Ответ простой, попустись, доверься. Есть что-то большее, чем прямые ответы. Есть что-то большее, чем разжеванное Писание. Когда в катехизисе я читал, вот, о Троице так вот детально, подробно, и потом в догматическом богословии, еще вот, как раз вот, получается, 87-88 год, я помню, вот, было чувство внутренней какой-то тошноты, какой-то пошлости. Вот, в этом, вот, как будто бы, наготу отца выставляют, как будто бы, вот, хамство какое-то, вот, богословие часто похоже на это хамство, вот, как бы, показать, вот, наготу, вот, божественности. Ну, это как интим, разбить на части и объяснять. Порнография, вот, порнография, есть искусство, да, высокое искусство, а есть порно, вот, и вот порно, это, по сути, извращение. Даже не сказал бы искусство, знаешь, есть таинство, которое переживают влюбленные. Ну, да, 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 вот, а есть порнография. И вот богословие часто похоже на такую порнографию, которая пытается все вот это, все показать до деталей, разъяснить, это отец, дух святой исходит через отца и сына, значит, ну, зачем, оно тебе надо, оно тебе надо, и что мне с этого будет вообще? Дух святой нужен, а не важно, откуда он пришел. И ты будешь это знать, и как ты теперь будешь жить, будешь теперь с этим вообще? Ты что, с ума сойдешь вообще от этого всего? Будешь представлять себе, как сходит дух святой от отца через сына, или от отца и сына, или только лишь от отца? Что за глупости вообще? Бред такой, богословский бред настоящий. Это настолько пошло, настолько извращенно. И богословие часто, оно, на самом деле, извращением является таким, ума, извращением духа, который количеит миллионы-миллионы душ, просто-напросто. Богословие, больше покалючили, наверное, людей, чем что-то другое, даже больше. Я не скажу, что оно плохое, да, потому что я не могу оценивать это, потому что это приносит свою пользу, но в свое время. То есть, понимаешь, я своим детям сейчас про секс объяснять не буду. Я в двух словах что-то расскажу, что-то объясню, на какие-то вопросы дам ответ, но чувственную сторону сейчас мы затрагивать не будем. Всему свое время. Конечно. И вот тут то же самое, мне одна девушка реально писала, вот-вот, вот-вот, вот сегодня. Да. Она просто говорит, Господь, приди ко мне, я хочу быть Твоей. На ее просто сошла благодать, любовь. Она парила, она прыгала, она понимала все, она чувствовала, она уже чуть ли не пророчествовала, понимаешь? Все, так пару недель прошло, и она прочитала книжечку, хорошую книжечку, про разум, как работает ум. Ученого, который, ну, христианский ученый, книжка, которая продается в христианских лавках, да, которая рекомендуется, то есть для прочтения, объясняет, как мозг работает, как перемены мышления технически осуществляются. И она ее начала читать, и все исчезло. Она начала думать своим мозгом, как оно, как Бог приходит. Начала вычислять Бога, которому просто доверилось, а в этом уже доверия нет. Таинство пропало. Да, таинство пропало, и все пропало. Благодать ушла. Благодать уходит тут же, да. Я понимаю, годик проколбасься в любви, осознай, тебе Дух Святой начнет объяснять сам, но это в доверии и в любви, и тогда уже читай книжечки. Тогда уже книжечки тебе в помощь. Тогда уже истории церкви тебе в помощь, а не в соблазн. Ну да, кстати, да. Где куча грязи, куча всего, куча хороших моментов и плохих моментов. Но ты только смотришь на плохое, и церковь плохая, и тебе соблазн, и ты вообще бунтарем становишься. Другая правильность тоже получается. Вот, да. То есть вопрос вседоступности, все открытости, это тоже. То есть здравость пастырства, здравость вот этого, объяснить человеку, это тебе не надо пока. Это законничество, да, законничество. Ну, понимаешь, да? Ну, это бережет для отношений. Ну да. Как изначально Бог говорит, не кушай с этого дерева, и все. Да, да, да. То есть это не надо, в этом развивайся. Ты потом поешь, потом уже, потом, когда сложнееешься. Дальше уже будешь, да, дальше будешь кушать, дальше будешь читать, дальше будешь наседаться, и Дух Святой тебе будет открывать. Но пока, если твой мозг, мозг всю жизнь заточен, вычислить, оценить, охарактеризовать, подчинить, ты подсознательно это делаешь. И вот тебе инструменты для того, чтобы подчинить Бога. В результате, а нету ни Бога, ни инструментов, и все бесполезно, иди приснят. Как старуху разбитого корыта. Да. Хотела, чтобы рыбка на побегушках у нее. В результате, иди приснят, потому что ты почувствовал благодать, и уже ее нет. И это хуже, чем обычно жить. Ага. Которые не знают Бога, вообще не знают. Ты уже жить-то не можешь, жить мне уже нет. Угу. И вот реальная задача епископа, да, наблюдай, чтобы никто не от того догадать. Да, да, да. Епископ и он наблюдает. Да, 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 да. То есть, да, с одной стороны, вот так все открыто, все доступно, вот читай, все объяснено, все тебе разжевано. Ну, а как раз это все меньше всего тебе нужно. Да, да. Мне нравилось, как отцы церкви говорили в древности, древние отцы, высказанные древних отцов, что богослов не тот, кто богослов, а тот, кто молится. Ну, не тот или что, кто молится, он богослов. Мне это так понравилось вообще, вот это изречение такое, там, ну, не подписано оно, неизвестно, что это за отец был. Там безымянных этих отцов. Ага. Одного вот этого изречения, оно настолько ценное, что на его понимание можно месяц, два, три потратить, зависнуть просто. Да, просто, да. И понять, что богослов не тот, кто... Богословствует. Да, богословствует, а тот, кто... Молится. И все. И только что, кто молится, он есть богослов. И идешь молиться. И этого достаточно, в принципе, для жизни. Это такое же живое слово, которое ты в Библии можешь прочитать, которое откроет тебе Христа. Да. И вот за эту одну фразу можешь уцепиться, и Христос откроется тебе. Да, да, да. Я не знаю, вот каждый, да, кто, кто, отцы церкви, святые, да, которые были, им не нужно было много. Им не нужно было 10 раз Библию прочитывать. Им не нужно было диалоги всю изучать. Большинство были вообще не учеными. Да. Вот. Для мамы Терезы, простой пример, да, для мамы Терезы видеть Христа в страданиях ближних. Угу. Она видела Христа в этом. Это достаточно, чтобы служить Христу, чтобы любить Христа, чтобы заботиться о Христе и видеть Христа. Угу. Да. И она всю жизнь на это потратила. Угу. Да. Мы видим, вот она то сделала, вот она то сделала, она открыла орден, она движение, целое начало, она... Нет, она... Это не была ее самоцелью никогда. Она Христа видела. Христа видела, да. Вот если взять маму Терезу, она просто видела Христа и этим довольствовался. Угу. И это была ее мотивация, это ее смысл жизни, это ее держало эмоциональное, да, все душевное, все вещи. Да. Все ее логик устроило. Угу. Вот просто, вот так. Там, о, какой еще хотелось сказать? Франциск. Угу. У него тоже. Весь мир. Угу. Все, все говорит о Христе. Да. Он вообще не, не... Он письма не знал. Он не был вообще ученый, он Библию ни разу не читал. Но с Библией цитировал. А когда его спросили, я как бы, ну, откуда ты знаешь? Угу. Говорят, что первичные, буквы или Дух? Дух, конечно. Ну да. Так что ты думаешь, Дух не знает Библию? А, ну да. А мне достаточно знать Духа Святого, который знает Библию. Угу. Да, логично. Абсолютно логично. И вот у него вот эта простота бедности. Ага. Соединение со всем миром, просто открытие для себя, для мира, это путь богоискания. Ого. И он в этом, в этом и жил. В этом, вот как зациклился на этом, с ума сошел на этом. В хорошем смысле. Божьей веры. У Пио тоже самое, квадро Пио. Да. Умор. Какое-то таинство. Я в тебе, а ты во мне. Угу. Какая теология сравнится вот с такой простотой. Да. Где умные теологи? Почему-то из большой теологии только войны начинались. Да. Войны, разделение, война, ненависть, подозрение как минимум, значит, там и прочее, прочее, прочее. То есть плоды совсем другие. Абсолютно. Иного рода вообще плоды, другого поля ягода. Да, это так. И вот тут наша задача просто по плодам судить. Давайте я буду, я сужу по плодам. Вот плоды одного. И мне одной фразы достаточно. Мне, ну, мне, наверное, не одной фразы, но пяти стишков вот таких и таких фраз реально достаточно для жизни. Вот реально. Может, оно, надеюсь, сведется вообще к одному. Почему нет? Ну, пока где-то так. Все остальное мы можем говорить о разных вещах, но живу я вот этим. Это как в Средневековье рыцари. Потому что у них был девиз, у каждого был свой девиз какой-то поделённый. Там рода, допустим. Вот, которому весь этот род, вся семья подчинена. Вот. Наш девиз, наша кредо тоже. Иисус, наша кредо. Да. Наш девиз. Как ни парадоксально, один этот был святой, вот, не помню имя. Он поклонялся, как бы, Божьей Матери всю жизнь. Ага. Он верил, что она та, которая рождает Спасителя и даёт, приводит Спасителя в мой мир, в мою личность, в моё сознание. Вот у него такая, то есть, вот. И он всё о ней говорил, что она, она Богодающая. Она, как бы, через неё Спаситель пришёл в этот мир. Вот. Она проводник для Спасителя. Как бы, как бы так. И это, то есть, ему, его, ему, его не затмевало Спасителя. Ага. То есть, он искал Христа. Он поклонялся Христу на самом-то деле. Он видел Христа. Вот, вот с такой. Кто-то видит Христа, да, как маленького мальчика. Ага. Кто-то видит. Младенца Иисуса. Да, младенца Иисуса. Да. Вот этот святой Иоанн от младенца Иисуса, так он летал. Его запирали, а он парил, летал. У него настолько эта простота детская отобразилась, что он просто взмыл в воздух. И предчастие, и до сих пор там где-то в церкви, чаша, у которой зубы отбились, золотая чаша, где зубами держался за чашу, чтобы не улететь. Он парил просто, начинается молитва, он в воздух и все. Ну, большая такая тяжелая чаша. Ну, понятно. Тяжелее, чем он был. Ну, да. Представляю. Вот детская простота. А как она вошла в него? Вот это что, дает мне Иисус. А я беру Иисуса. И у нас столько чудес было в его жизни. А он Иисус. Вот за это ухватился вот такое простое понятие, вот детское понятие. Как притчи эти православные, да, трое старцев. А, ну да, трое нас, трое Господь у нас. Да, молитва. Да. Тот князь. Да ладно, давайте научу вас там. Нормальные молитвы какой-то, отчинаш, что-то еще. Да, 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 да. И что, пошли по воде, владыку, да, там, молитву забыли. Вот это достаточно. Вот таких капелек реально достаточно. Всего достаточно. Вот с одной стороны, вот такой святой, который ничего не знал, одно видение, одно откровение, и он этим жил, и миллионы, миллионы реально чудес. Не сотни, не тысяч, вот. А с другой стороны, тоже реальная история, ездил молиться за парня. Вот. Молился за него, твари выходили. Он видел видение. Я видел, как Иисус к нему приходит. Омывает его своей кровью. Дает там испечь чаши. Он такой, весь, 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 все эти еще потом видят видение. Еще про Иисуса, еще про Иисуса, еще. Но через две недели. Говорит, да ну, этот Иисус, это все ерунда. Так ты же видение видел. Ну и что? Мало ли, что я видел. То есть все ему там открыто, объяснено. Ну и что? Это такое. Мне ничего не помогло. Уцепись, он бы из-за доли этого видения, он бы был давно исцелен уже. Он возвращается каждый раз к твоему вот такими моментами. И вот эти даже вещи, его не трогают. Ну было, ну и что? Мне сейчас плохо. Это вот тонкая грань сердца. Это теологически не объяснить. Много веры, таинства на самом деле, тайны. Это слава Богу за эти. Слава Богу, да. Что это так. Слава Богу. И пусть будет таинство рождения. Все, что я могу сказать про рождение свыше, вот реально. Иди, наслаждайся Иисусом. Да. В один день ты поймешь. Это может случиться вот так, как у Джона Лейка, что-то сошло на него. Да. Он понял, да. Это может как-то по-другому случиться, как у апостолов. Да, войд на них сошел. А может просто, просто никак не случиться. Да. Тоже вот недавно в сетях социальных одна сестра написала, она в специальнической церкви, значит, обратилась к Богу. Так все, значит, и вот переживает по поводу того, что она вот, ну, не крещена духом. Еще вот она ожидает вот крещения духом святым. И как ей объяснили, как это происходит, как это может произойти в ее жизни. Ну, я написал ей такие слова примерно, что это как вот любовь. Это можно описать, можно объяснить, но вот как, допустим, пока не влюбишься, да, ты это не поймешь, просто не разумеешь. Вот. Это тайна, на самом деле, таинство, которое вот у каждого человека происходит, верующего, да, вот как-то настолько по-своему, настолько индивидуально. И это круто. И это на самом деле круто, на самом деле. Бог настолько доходит дороги каждому из нас, да, дорогу такую особенную. Он мог бы у нас создать одинаковую, ведь. Мог бы создать одну какую-то школу, не знаю, какую-то религию какую-то такую придумать, такую универсальную, прошивку такую, сделать такую насчет сознания человеческом. Живи, и так вот. Все роботы. Все роботы, да, все, да. Все православные. Да, да. Все православные. Все вот так молятся. Так попустились, надо так складывать, только так, не вздумайте так, не вздумайте так, вся, как-то еще, pict only like, вот только так вот. И только на лоб, только потом, только сюда, туда вот. А вот так, только, но вот только, вот только. Ой-ой-ой, ну бред просто вот настолько вот это вот. Никто не знает о моих отношениях с женой. Мы все знаем, что такое секс. Вот сравнение как раз, да, такое, да, паралит. Но извините, твой, твой с женой и мой с женой – это разные вещи. Нам приятно абсолютно разные моменты. В общем, это нам можно назвать интимными отношениями. И в результате, да, и в результате плоды одинаковые. Дети, радость, да, экстаз. То есть, да, но сам процесс абсолютно разный. И каждому нравятся больше его детям. Да. Кстати, тоже, да. И вообще, значит, на самом деле… И жена, да. Да, 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 да. И на самом деле это удивительно, что даже и в Ветхом Завете, да, и в Новом Завете это все сравнивается с, вот как, с буржеской отношением, да, интим. Даже есть выражение, сейчас в христианстве очень популярное, вот интимное отношение с Богом, да. И книга «Песни песней», вот классический пример, тоже, как и книга «Исфирь», такая очень странная книга Библии, смущала многих евреев, это и в древности тоже евреев многих смущало, так что в ней нет имени Всевышнего тоже. Нет прямого вообще упоминания имени Всевышнего. Вот это аббревиатура «Йот Хейвав Хей» и «Яхва» или «Ягова». Нет этого упоминания. Как-то странно для виблейской книги было, для многих евреев. А другие рассудили так, что в ней, хотя нет прямого упоминания, но во всей этой книге он явлен именно. Как на примере взаимоотношений мужчин и женщин, этих влюбленных, вот как бы видно было четко изначально же взаимоотношения Творца и Творения, Бога и человека, Всевышнего и Его народа. Удивительно тоже. И недаром, когда Бог обличал Израиля многобожией в отступничестве, то это сравнивалось с супружеской неверностью. И когда был призыв к покаянию, был призыв опять-таки у пророков, сравненный именно как раз с возвращением блудного, возвращением блудной, вот этим примирением, таким прощением, таким именно. «Познают они меня, и я буду их Богом, и они будут моим народом». И то же слово стоит «познал Адам Еву». Да, да. И даже когда по отношению к Всевышнему Богу слово «эхат» употребляется в Библии, значит, единый, то есть, да, значит, или единственный, или единый. Просто вот единственный, да? Да, да. «Шма Исраэль, Адонай Элогейнум, Адонай Эхат», как именно единый, но самое интересное, это же слово в Библии употребляется по отношению к человеку, и будут два, плоть едино. То есть, по отношению к мужу и жене, то же самое слово «эхат» употребляется. То есть, слово, означающее «единый» или «единственный». То есть...